не выбрасывайте старые напильники они еще могут пригодиться старый напильник можно согнуть удобной для вас формы чуть его облагородить я имею ввиду убрать вот эти зубы сошлифовать полирнуть и при помощи вот такого простого карандашика быстро и эффективно отрихтовать какую-то деталь решил поделиться почему потому что когда есть мастер он и рукой чувствует где надо забить где надо что поднять начинающим ребятам для кого и посвящен мой канал они этого могут не знать или не уметь а вот таким образом можно быстро и довольно аккуратно таки отрихтовать подрихтовать перераспределить металл в нужную сторону и опять же еще раз повторю мы визуально видим что мы делаем где надо забить где надо поднять и видим до мельчайших подробностей до так называемого целлюлита при этом визуально видим и контролируем процесс работы то есть забил проявил посмотрела мало или много надо там что-то приподнял надо что-то забил видим целом как изменяется в процессе работ плоскость нашей детальки самое большое место видно куда досталось кант вот он идет вот сюда должно быть вот так здесь немножко выпуклая арка здесь она получилась пуклая рассмотрим как происходил ремонт сразу говорю что эта машинка учебно-тренировочная купили ребенку для того чтобы он учился ездить но естественно без казусов это не обходится опыт приобретается со временем поэтому случаются вот такие маленькие неприятности линия ребра я так примерно и обозначаю удар был и была опухоль вот так здесь все надулось ребро было замято каким образом я это делал поскольку тут до идеала выводить нет смысла поклевать красить полировать и прочее еще раз повторюсь машина учебно-тренировочная поэтому решили вот здесь вот поподкрасить все это выгнуть и пущая катается учиться дальше как я это все делал немножечко расскажу поподробнее рихтовал изгонял опухоль я обычным вот таким напильником рихтовочно тяжеленький массивный их им удобно разгонять металл распределять его вот здесь была шишка ребро было удар был вот такой естественно ребро вот так замялась и здесь такая опухоль образовалась работа вот таким образом забивал эту шишку потихонечку плавно поднимал здесь как мы видим остаются вот такие следы чтобы их визуализировать получше и чтобы было видно где еще надо забить я использовал карандашики восковые могут можно писать тут немножечко натираем этим карандашиком рабочую поверхность остаются следы работа уже большая часть сделала остаются вот такие моменты то есть это шишки надо сделать как можно лучше вот эти вот места мы видим где можно и нужно еще пробить мы визуально видим то и где у нас лишнее и что нужно забивать берем пробойничек и забиваем давайте вместе с вами разберемся немножко надо было конечно раньше мне начать снимать но я сначала делала работу потом решил снять видео такие места это вот это вот они вот они здесь вот есть мятинки то все наглядно визуально видно берем обычный вот такой пробойничек от пробойника остается как точечки он показывает где мы уже прошли видим что мы его подровняли сильно выпуклые места потихонечку пробиваем остается точечки которые видны вот таким местам вот здесь просвет а здесь выпуклости берем их забиваем это все первоначальная оправка потом какую-то работу мы выполнили опять же берем мы видим вот такие места где нам еще надо немножечко подзабить металл четко контролируем работы такой способ работы позволяет визуализировать вашу работу контролировать ее одновременно можно даже вот так делать этим карандашиком чтобы увидеть что у нас так или не так сразу видно где жирные полосы и рядом просветы вот такой способ он довольно наглядный простой легкий в повторении таким образом визуализируя весь процесс рихтовки добиваемся ускорения времени и улучшаем качество наших работ потому что визуально видим все ямы все бугорки при этом мы экономим свое время и улучшаем качество работы потом проходит какое-то время это просто берем стираем тряпкой поскольку это обычный детский восковой мелок цена ему копейки он стирается легко и просто обычной тряпочкой можно наш процесс повторить уже видим опять фронт работ который нам предстоит сделать что надо забить то уже выровнялась видим контур арочки легкий простой способ экономит наше время и повышает качество работ ну а на этом я с вами прощаюсь всем удачных хороших работ пока пока до новых встреч и и и и и и и